Добрый вечер, дамы и господа. Это программа «Сухой остаток» на волнах радиостанции «Финам-ФМ» у микрофона Юрия Пронько. Напомню, средства коммуникации, потому как они вам сегодня обязательно понадобятся. Это наш сайт в интернете www.finam.fm для ваших писем. Это наш многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495 для ваших звонков. Почему я говорю, что сегодняшняя программа вызовет у вас повышенный интерес? Потому что мы будем обсуждать крайне прикладную тему. Непрозрачная Россия потеряла 50 миллиардов долларов. Что может изменить ситуацию? Это фактология, это сухие цифры, за которыми кроется очень серьезная и важная информация. И мой и ваш компетентный гость сегодня Юрий Выцеховский, председатель Национального совета по развитию инвестиционного климата. Юрий, от вас ведь добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, ведь Россия непрозрачная. Ну, как посмотреть? С экономической точки зрения. С экономической точки зрения для... Многие инвесторы, когда с ними говоришь о России, вспоминают слова Черчилля о том, что Россия это энигма. И загадочная страна, которая говорит умом России непонятно. А вот как-то можно от этого избавиться? Ну, конечно... И все-таки умом понимать происходящее? Ну, конечно, можно. Я думаю, мы сегодня об этом с вами поговорим. Есть определенные индикаторы. И ваш совет провел исследование очень серьезное. Я с ним ознакомился. И один из принципиальных таких моментов это индекс открытости экономики. Вот по вашему мнению, что мы наблюдаем сейчас в России? Ну, да. Вначале давайте объясним, что это за исследование. Мы действительно сделали... Наш совет сделал небольшое исследование. Мы посмотрели на ряд международных индексов, таких как исследование Всемирного банка, ОЕСЕДИ, также Всемирного экономического форума. И, в общем-то, картинка складывается достаточно похоже с точки зрения открытости. Россия воспринимается внешним инвестиционным сообществом. Мы можем с этим не соглашаться. И соглашаться, другой вопрос. Но знать эту оценку мы должны. И понимать, как нас воспринимают. И вот по такой, по оценке, как оценка открытости ОЕСЕДИ, мы находимся в самом низу списка. Рядом стоят страны такие, как Индонезия, Союзская Аравия. А с другой стороны списка находится большинство западноевропейских стран. Что это означает? Если посмотреть взаимосвязь между, опять же, этим же индексом открытости и уровнем прямых инвестиций, то есть прямая, скажем так, параллель, там, коррекционный коэффициент, как скажут аналитики, да, там, близкие к единице, да, вот. И мы видим, что Россия из-за недостаточно прозрачности, недостаточно развитого корпоративного управления в компаниях, Россия недополучает десятки миллиардов инвестиций. Эти цифры трудно оценить. Мы изучали 50. Действительно, оценка, что в год это порядка от 35 до 50 миллиардов долларов. То есть это наши реальные потери ежегодные? Да, это наша цена. Цена вопроса, как сейчас говорят. Эту ситуацию можно изменить? Конечно. Это плановерная работа. Нет какого-то одного ответа, но есть очень много маленьких конкретных шагов, а может быть не таких маленьких, которые вместе означают некую системную, последовательную работу. Юрий, вы можете их обозначить? Ну, конечно. Давайте. Чтобы нашим слушателям было понятно, о чем идет речь. Да, ну, прежде всего нужны, как вот видится, нужны нам позитивные примеры. Вы знаете, когда мы очень много в работе общаемся с инвесторами, и скажем, в нашем совете у нас нет каких-то освобожденных людей, у нас все люди занимаются, есть руководители банков, руководители фондов, инвестиционные компании, люди непосредственно работают с инвесторами, занимаются инвестициями. И вот именно из этого диалога с инвесторами у нас складывается определенная обратная связь, которую мы вот как раз и используем в работе совета и в тех публикациях, в тех мероприятиях, в которых мы участвуем. И вот одна из, скажем так, идей, которая у нас возникает на основе общения с инвесторами, это то, что у нас недостаточно хороших примеров. И нам нужно создавать новых чемпионов бизнеса, и нам нужно создавать проекты, которые будут служить одновременно хорошими историями. Как люди заработали деньги, как пришли иностранные инвесторы, как они вложили деньги. То есть нужны герои нашего времени? Совершенно верно. А вы считаете, что в нынешней российской действительности это возможно? Я считаю, что надо к чему-то стремиться. Я считаю, что каждый человек и страна должны к чему-то стремиться. Знаете, у нас в обществе очень распространено мнение, я вам сейчас задам обывательский вопрос, что вот эти вот иностранцы, и там есть правда жизни, приходят сюда заработать. Они сюда приходят неблаготворительностью заниматься. Они собираются получать прибыль, выводить ее из России. И самый распространенный такой термин, который очень часто можно у Юрия услышать, это же распродажа Родины. Что вы творите? Зачем вы пускаете иностранцев? Создайте свои условия для отечественного бизнеса. Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали. Вы знаете, тут несколько вопросов затронули, я постараюсь каждый из них прокомментировать. Во-первых, есть разные инвесторы. И сейчас, что мы наблюдаем, это, что в основном инвесторы, которых мы видим, это более портфельные инвесторы. Это более краткосрочные инвесторы, которые вкладывают в основном в акции компании, котирующиеся также в облигации. Но очень мало идут в прямые инвестиции. А это как раз то, что нам нужно для развития промышленности, для развития экономики, для инновационного пути развития. Нам нужны долгосрочные прямые инвестиции. И этого как раз у нас не хватает. Если смотреть отношение общего объема прямых инвестиций с ВВП, мы очень-очень сильно отстаем от даже не только, скажем так, западноевропейских стран, но даже от наших партнеров по БВИКу. Или БВИКе, как сейчас называют. Или по Восточной Европе. Да, или по Восточной Европе. Совершенно верно. И это как раз другой класс инвесторов, которые нам нужны. Это инвесторы, которые инвестируют в долгу. Их интересуют перспективы развития рынка. Их также интересуют и все социальные вопросы. Потому что это инвесторы, которые выберут нашу страну как одну из стран присутствия. Да, и пока таких и финансовых, и стратегических инвесторов у нас немного. Другой вопрос, вот почему, может быть, такая реакция возникает. Потому что мне кажется, что у нас произошла какая-то дискредитация, может быть, даже не побоюсь этого слова. Вообще понимание, как работает рыночная экономика. И понятно, что мы находимся в некотором переходном процессе. Но мне кажется, что здесь ответственность, наверное, несут и какие-то представители российского бизнеса. Мне кажется, мы с вами застряли где-то вот между. Вы знаете, мы разрушили ту систему, которая, может быть, была не обращена ни лицом к человеку. Но она как-то там работала по своим законам. Но мы новую нормальную систему не построили. И мне в свое время пришлось долго работать за границей. В крупном международном финансовом центре Лондона. Я бы сказал, в реальном мировом финансовом центре. Поэтому была возможность посмотреть изнутри, как это работает. И, конечно, мы ничего подобного пока не выстроили. Почему? Вот что? Ума не хватает. Мотивации не хватает. Вот в чем причина? Вы знаете, как раз с точки зрения ума, то я считаю, что я абсолютно искренне говорю. Я дожил до того стадии жизни, когда стараюсь максимально говорить искренне. И я искренне считаю, что у нас очень много талантливых людей. И меня, на самом деле, практически на ежедневной основе поражает наша молодежь. У нас очень-очень много талантливых, светлых ребят. Вы это без пафоса произносите? Я абсолютно без пафоса. Вот абсолютно честно положаю руку на сердце. И, знаете, в каком-то смысле это даже ответственность на нынешнее поколение, чтобы создали среду, чтобы эти люди могли себя привить. Но я думаю, что ответов здесь может быть много. Я не думаю, что я вам дам какой-то научный ответ на ваш вопрос. Но я думаю, что, конечно, с одной стороны, произвести такой вот переход от плановой экономики к рыночной экономике за очень короткий период времени, конечно, сложно. С другой стороны, если посмотреть на ту же самую Восточную Европу, да, в принципе, они находились в похожей стартовой площадке. И, конечно, очень многие страны сделали очень большой рывок. И нам надо ориентироваться на хорошие примеры, а не выискивать, что кто-то тоже рывок не сделал. И говорят, вот видите, у них тоже не получается. И я думаю, что здесь и вопрос нашего, наверное, самосознания, нашей культуры, и организационный вопрос. И вопрос роли нашей элиты, да, и когда, вы знаете, когда люди говорят, что такое элита, да, для меня это не кто живет там в элитном доме. У нас такое сейчас реклама используется слово элита, и это слово, какое-то у него новая терминология появляется непонятно иногда. А элита, знаете, это никакой нет связи с человеческим происхождением или там с материальным состоянием. Я с вами лично мне не высказываю. А элита, если я так попытаюсь дать какое-то свое определение, да, это, во моем представлении, это любой человек, который чувствует себя сопричастным к тому, что происходит в своей стране. И кто хочет, кто чувствует какую-то ответственность за происходящее, и кто считает, что на своем уровне он может что-то сделать. Элита может быть, это может быть учитель в школе, это может быть какой-то священник в маленькой какой-то деревне отдаленной, да. Это может быть политик, это может быть журналист, это может быть художник, может быть артист и так далее. Банкир, юрист. И вот мне кажется, что ответ все-таки кроется где-то вот там, что элита до конца не осознала свою роль, свою ответственность перед своей страной. И мы подвисли, или зависли. И мы зависли, да. Печально, на самом деле, потому что, согласитесь, время такое в мировой экономике, оно вот пять минут, какие пять минут, секунда, и все может измениться, да. Я читаю сейчас потрясающую книгу ныншнего президента Республики Корея Ли Мюн Бака. Она называется, сейчас вот вылетело из головы, чудес не бывает, чудес не бывает. Человек, который возглавлял Hyundai, это всем понятная компания, да, вышел из нищеты, страшнейшей нищеты, да. И он описывает, как поднималась корейская экономика, на чем поднималась, вот даже чудо, да, есть такое чудо, вот эти азиатские тигры, тигрята их называли, да. Но это такой сложнейший процесс. Юрий, я вот, смотрите, мозги, как вы сказали, есть, ресурсы точно есть в нашей стране, да. Но чего-то не хватает, вот это подвисшее состояние. Я хочу вернуться к иностранным потенциальным инвесторам, да. То есть вот мы теряем полтинник, реальный, 50 миллиардов долларов, те, которые могли быть инвестированы. Есть механизмы, я хотел бы здесь прям вот прикладной ваш ответ, да, который смог бы мотивировать для захода западных, не обязательно западных, азиатских, любых компаний, которые готовы инвестировать в Россию. Да, конечно, я, я, перейдем, как ответить, просто прокомментирующее тоже, вот вы сказали, замечательно, у меня, на самом деле, единственное, на что хватает время читать, это как раз воспоминания или великих людей, которые в разные эпохи жили. Или сейчас живут, и на самом деле очень много в мире таких вот чемпионов, которые сделали себя сами с нуля, и вот мне как раз вот то, что в начале разговора прозвучало по поводу вот необходимости нам создавать своих, своих таких вот чемпионов, которые являются примерами в обществе для подражания по-настоящему, да, не потому что же можно где-то там, извините, есть такое слово глупо, увел где-то там деньги, а потому что действительно что-то придумал, сделал. Сейчас более модное распилил, или отпилил. Или что-то, да, урвал, или да, а вот действительно сделал какую-то идею, продвинул ее, развил, и вот такие люди должны быть примерами для подражания, да, и у нас их мало, их нужно, их нужно, я даже одну статью свою недавно в «Ведомостях» назвал, что инвесторов надо в Красную книгу занести, вот таких, вот таких всем миром, на самом деле, нужно, нужно охранять. Касательно, вот, касательно вашего вопроса, конечно, мы как раз на этом и фокусируемся, что нужно, что нужно делать, и здесь много, много аспектов. Наверное, есть такие реперные точки, да? Да, реперные точки, конечно, вот, одна из них — это инфраструктура. И, кстати, вот, позвольте еще такое маленькое наступление, вот вы говорили про потери, на самом деле, если смотреть недооцененность нашего рынка всего, фондового, и сравнивать по показателям, то если… По показателям ПИИ, да. ПИИ, то мы остаём где-то в раза в полтора, по некоторым оценкам в два, но вот те цифры, которые я, скажем, я, о котором доверяю, где-то в полтора раза, то если наша общая капитализация компаний, где-то сейчас около одного триллиона, то недополучаем в виде стоимости активов 500 уже миллиардов долларов, да, это уже совсем другой. Это страшные цифры, на самом деле. Это размер нашего стаб-фонда. Ну, опять же, вот, говоря о цене вопроса, просто вот так, чтобы было… Да, чтобы слушали, было понятно. Чтобы было понятно, о чем мы говорим, да. Так, возвращаясь вот к таким практическим шагам, один из важнейших элементов — это инфраструктура. И вот одна болевшая наша уже проблема дорог, как ее называют в России, да, состояние транспортной инфраструктуры. И у нас инвестируется очень мало, то есть если, опять же, сравнивать с показателями там в США, в Западной Европе, и в абсолютных показателях, и в показателях относительно нашего ВВП, да, мы отстаем в разы, а очень часто на порядок, да. И, конечно, если мы хотим, чтобы у нас было динамичное экономическое развитие, в него это нужно инвестировать. Но само по себе не возникнет. Кто должен инвестировать? Инвестировать должно и государство, и частный сектор. Только государство инвестировать не сможет. И опять же, нужно, с одной стороны, увеличить и государственные инвестиции, но надо не забывать и об эффективности их. Это, опять же, большая тема. Я так большими мазками можем углубиться уже в зависимости от каких у вас будут вопросы. Но, с одной стороны, должно быть государство, соблюдая эффективность и создавая вот те самые примеры, да. А эти примеры, они будут как катализаторы для привлечения частного сектора уже в, в том числе, инфраструктурные проекты. Потому что, конечно, государству денег не хватит, да, и инфраструктура требует триллионы инвестиций, если посчитать потребности по стране. Да, помножить, да, вот на те расстояния, которые у нас, да. Но, если это сделать вот в такой схеме, то, на самом деле, государство в начале этих, в пилотных проектах, как можно назвать, да, создав несколько таких историй, там, 3-5, мы привлечем, создадим механизмы для привлечения инвестиционных инвесторов. Такие, как пенсионные фонды, страховые фонды. Они вообще у нас не представлены. Их практически у нас нет. Имеется в виду западные, по истинным слушателям. Совершенно верно. А это, ну, и со временем возникнут и российские, или окрепнут те, которые есть, да. Но мы должны создать механизм, потому что в мире это основные инвесторы, кто в такие проекты инвестирует, да. И здесь вот не надо изобретать велосипед, надо посмотреть на опыт таких стран, как вы упоминали уже сегодня, Корея. Да. Такие Сингакон и так далее. Леменбак приводит конкретный пример. Это строительство магистрали сверх, там, вот, 60-е годы. Это был ультрасовременный Сеул-Пусан от столицы к главному морскому порту, да. Вот с чего началось возрождение или становление корейской экономики, южно-корейской экономики. Совершенно верно. Поэтому надо засучить рукава и строить дороги, порты. А у нас разворуют все, Юрий. А вот для этого нужно менять систему корпоративного управления. Для этого нужно в компаниях вводить советы директоров, которые будут репутационно нести, нести репутационные риски, нести ответственность. То есть вы поддерживаете идею президента Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу вывода чиновников из совета директоров и введения независимых директоров? Я считаю, это очень правильный шаг. Это очень правильное направление. Очень важно, как оно будет реализовано. Важно, кто будут эти люди. Важно, как будет происходить процесс отбора кандидатов. Насколько он будет прозрачным. И, конечно, нужна координация с государством. И здесь есть интересные примеры. В той же самой Скандинавии, в той самой Норвегии есть примеры госкомпаний, где созданы специальные советы при компаниях по координации деятельности с регулятором. Вот вы знаете, я согласен с вами. Вот этот южнокорейский пример, Норвегийский пример. Но у нас есть свои особенности. Меня часто критикуют за, знаете, ультрарадикальные либеральные взгляды. Я где-то читал, что вы поклонник Фридмана. Да, я поклонник Фридмана. И я поклонник тех людей, которые говорят, что минимум государства, максимум частные инициативы. И никто никогда не смог опровергнуть вот этот довод. Просто российская действительность такова, что здесь без радикальной... Вот знаете, в право радикальную сторону уйти, затем дрейфовать в центр. Я не говорю, что это должно быть максимум. Приватизируйте, отдайте в частные руки. Вот вы говорите, инфраструктурные проекты. И здесь действительно пример всех развитых экономик. Начинайте с этого. Я уж не хочу скатываться до банальности по поводу Рузвельта и Соединенных Штатов, как они выходили из Великой Депрессии. Но есть... Вот у меня опасение, почему нет государству, да? Потому что реально распилят. Вот это единственное. Вы говорите корпоративное управление. Я с вами не просто согласен, я двумя руками. Но как заставить, как мотивировать вот эту махину развернуться? Ну, опять же, это последовательность шагов. Вот ту программу, которую вы упомянули, о изменении в составе среди директоров, да, это небольшой шаг, но это шаг в правильном направлении. Знаете, вот если говорить, а вот сравнивать, всегда, когда говорят о модели монетарной, или Фридман, как он называет, да, один основоположник монетарной системы, да, с другой стороны всегда слава... С другой стороны есть Крумэн. Знаменитый Кейнс, да? Кейнс, да. Вот. И, вы знаете, я вот сам, знаете, вот вырос, вырос, родился в Советском Союзе, у меня соревновались определенные взгляды. Дерема, все оттуда. Да, все оттуда. Я тоже оттуда. И потом я для себя изучал, как мы все, что такое рыночная экономика. И в какой-то момент я тоже, наверное, при выборе был больше поклонником, наверное, монетарной системы, или там, системы свободного рынка, со временем как-то вот, наверное, приходишь к какому-то центру. Потому что мое понимание такое, знаете, все-таки, что, конечно, роль государства, она очень важна. Но надо, вот эту роль, это как бы, это некий ресурс такой, знаете, вот, как, можно сказать, ответственность такая, да? Вот надо вот эту вот ответственность, этот ресурс очень грамотно распределять. А мы с вами, на самом деле, друг другу не противоречим, понимаете? Я вижу государство в роли регулятора. Вот и выполняйте функцию регулятора. Ну, вот, совершенно верно, в роли регулятора, в роли такого арбитра на поле, да? И государство, вот, предпринимательской деятельностью не должно заниматься. Ну, что государство должно иметь кафе, чтобы там решать, какие там, и сколько пирожных кому съесть и планировать. И мы помним в советское время, как это было, что ты идешь по Тверской, и нет ни одного кафе, да? Вот. А я даже знаю, что есть одна естественная монополия, да, которая не напрямую, а имеет дочку, которая занимается как раз пирожным, мороженым и всем остальным. И меня это удивляет. Это, конечно, можно назвать диверсификацией своего бизнеса, да, но, по-моему, это не то. Ну, я думаю, что, действительно, ответы где-то находятся посередине. То есть, конечно, есть роль регулятора, конечно, есть роль государства. Но не забывайте о громадной социальной составляющей, да? У нас очень большая страна... У нас затрепали эту тему, Юрий. У нас затрепали и заболтали. Ну, вот что я действительно не очень люблю, и я боюсь, что у нас тоже спор с вами получится, вот в этой области. Но найдем, я думаю, где и поспорить. Вот, вы знаете, вот я очень люблю, когда говорят, вы знаете, у нас какая-то очень такая особая специфика, поэтому те механизмы, которые везде работают, у нас не будут работать. Глупость полная. Глупость полная, и посмотрите, как заходят... Во-первых, посмотрите, как работают очень многие бизнесы. Посмотрите, возьмите там телеком, возьмите ритейл, возьмите наши телевидения, которые невозможно смотреть, но, тем не менее, копируют, ведь абсолютно модели готовые, потом они проживаются очень успешно, люди зарабатывают на деньги, да? Я даже не говорю, хорошо или это плохо, да, но это факт, да, его нельзя отрицать. И, на самом деле, рынок, он сделает свое дело, и он, на самом деле, основа монетарной системы в том, что, скажем, рынок, он саморегулируем, да? Но, что мы увидели в кризис, да? В кризис мы увидели, что это не совсем так. И есть еще понятие жадности, есть понятие неправильной мотивации. Не надо заигрываться, понимаете? Это была крайняя ситуация. Мы же с вами прекрасно понимаем предпосылки, чем было вызвано, да? Когда американские банки, это история из жизни, когда мне рассказывали коллеги, простите, я никого не хочу обидеть, да, старику давали кредит на покупку автомобиля, и бедные родственники приезжали в этот банк и говорили, вообще, с мозгами вы вообще дружите? Ну, мы же понимаем, Юрий, это крайность. Конечно. Вот здесь роль государства, нанесите удар упреждающий. Конечно, поэтому роль регулятора, она остается, она очень важна, и вот с точки зрения, возвращаясь к нашей основной теме инвестиций, мы тоже видим, что роль, она важна. И вот, как примеры, вы спрашиваете, примеры, да, это вот, примеры, это вот создание проектов в инфраструктурной области, примерных таких проектов, пилотных. Да. Это будет роль государства, и это не обязательно на основе ГЧП, это могут быть в консульции, могут быть разные формы. Это и в создании законодательной базы для предпринимательства, и не секрет, что очень многие бизнесы используют английское право, то же самое, да. Прецедентное. Прецедентное, да. Да, и договора между собой подписывают, даже российские делки происходят, договора между собой подписывают по английскому праву. Их не заменить, это нормально, они просто, бизнес, он просто находит какое-то оптимальное решение в отсутствии другой возможности. Но как раз государство должно создавать вот эту вот базу, в том числе законодательную, для того, чтобы бизнес мог успешно развиваться. Вот давайте я дожму вас дальше все-таки по роли государства, да, я имею в виду операционное ограничение. Вернемся к бизнесу, к экономике, к инвестициям, да, значит, право на землю, право на репатриацию капитала и так далее. Почему эти прописные вещи не решаются в России? Почему мы создаем сами проблемы? Ведь когда мы говорим о том, что капитализация компаний российских, как минимум в полтора раза, да, отстает от реальных тех уровней, которые, возможно, достигнут, мы, по-моему, настолько Китай еще опережает по этому показателю, да. Ну мы же глупостями занимаемся, Юрий. Ну это очевидная вещь, ну примите вы спокойное решение, а касаемо именно операционной деятельности, снимите эти ограничения, ну нет же. Ну, знаете, опять же, мне кажется, что мы в каком-то таком находимся в промежуточном состоянии, я для себя это, для себя это так объясняю. Потому что, знаете, когда действительно вы правы, что когда, если вот задать вопрос инвесторам, вот что конкретно, что самое главное, что сдерживает инвестиции, и мне не раз руководители крупных инвестиционных и хедж-фондов мне говорили, это, как англичане говорят, property rights, да, то есть это, это право собственности. То есть если вот одну конкретную причину взять... Причем, либо они есть, либо их нет. Ну, во всяком случае, мир воспринимает, что с точки зрения защиты права собственности, инвесторы не будут здесь достаточно защищены, да. И тут тоже надо, опять же, не хочется все вкрасить в черный-белый цвет, мир более сложный, и я здесь не предъявляю, что у нас специфика своя, да, он более сложный в чем? Конечно, из имиджа составляющая, да, вот, и о ней надо не забывать, но мы сейчас, если у кого-то будут вопросы, мы поговорим о ней, но не хочется говорить о практических шагах, вот, как бы в таких более, скажем, экономических, вот. То есть, конечно, есть восприятие нас, как, скажем так, энигмы, то, с чем иначе, разговорники, да, непонятно, да, вот. Но здесь все-таки в основном зависит все от нас, от того, как мы себя будем вести, какие посылы мы будем посылать рынку, как будут вести себя другие игроки рынка, знаете, все взаимосвязаны, вот кто-то сделал IPO, оно неуспешно, ведь репутационно за это заплатили мы все, мы заплатили другие компании, заплатили компании, которые после этого не смогли сделать IPO, должны были его отозвать, потому что предыдущие инвесторы просто все потеряли деньги, да, заплатили мы как страна имидж, да, поэтому вот эта вот ответственность друг за другом тоже нужно осознать. Или давление власти, например, вот небезызвестная теперь история с Домодедова, да, это было бы феерическое размещение, отменено. Я понимаю, компании, которые в релизе, которые нам направили, там объяснение рынок недооценил, да, я не говорю, возможно, так оно и есть, да, но, Юрий, мы же с вами прекрасно понимаем, да, вот у нас размещение Яндекса, вот показатель, так, как мы можем размещаться, благоприятнейшее время, и там вступает кое-что, непонятно что, или кто. Ну, знаете, ну, хорошая новость в том, что очень много есть у нас странных людей, действительно очень много, и вы знаете, в этом смысле, вот вы говорили, тоже воспоминания проводили, мне очень, я читаю много сейчас воспоминаний деятелей традиционной России, бизнесменов, и вот недавно читаю воспоминания Рябушинского, люди, которые там все потеряли, вынуждены были покинуть страну, он заканчивает свои воспоминания, который написал уже в изгнании, он пишет, что, да, вот, действительно, в России надо, вот, попадая в такие вот сложные периоды истории, но что в России, что он пишет, во что я верю, что в России всегда у нее была возможность сгенерировать самородку, сгенерировать людей, которые способны страну вывести куда-то в другую ситуацию. И я, вы знаете, я вижу очень много в России таких людей, что нам нужно, нам нужно их задействовать, и я думаю, что вот если элита осознает свою возможность помочь, тому же правительству выработки решений, и на самом деле здесь возможность организации диалога, она больше, чем, мне кажется, люди себе пытаются это внушить. Я думаю, что если бизнес будет достаточно активен, то, к тем примерам, если возвращаясь к примерам, которые мы говорили, даже с точки зрения выработки законодательства, понятно, что должен быть диалог, да, должен быть обратная связь. Но я думаю, что изучить международный опыт и выработать нормальное правовое законодательство, чтобы оно работало, это возможно, знаете, ведь заключение юридическое. Не знаю, вот, понимаете, мне платят за то, что я не соглашаюсь со всеми, даже если я внутри согласен. Вот вам пример, да, проблема получения разрешительных документов. Почему Волборт сюда не вошел? Ведь понятно, почему Олтон, который создал, опять, из ничего, да, крупнейшую торговую сеть, которая без пяти минут, они сколько лет ходили, 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 все, приняли решение не входить. Да, ну вы знаете, вот как раз, опять же, сложно спорить, но что вот, что интересно, какой аспект? Вот смотрите, вы совершенно верно говорите о том, что получение разрешительных документов, это еще один фактор, который инвесторы указывают как одна из больших проблем. Между прочим, с точки зрения перспектив рынка, Россия входит в десятку в мире, даже там вот по оценкам Всемирно-экономического форума, восьмое место в мире с точки зрения перспективы рынка. То есть более чем? Более чем, совершенно верно. То есть потенциал у нас есть. То есть мы, есть хорошая новость, то есть мы интересны, да, мы интересны, но люди как бы, люди как боятся, люди не понимают, как все зайти, как, как, как инвестировать. И хорошая тоже новость в том, что вот эти вот вещи, они, они известны, потому что бизнес, он организовал уже обратную связь, вот индексы, на которые мы ссылаемся, да, эти известны. Вот мне кажется, что наша экономическая программа, она может быть даже сформулирована достаточно просто, каким образом? Понятно, что есть очень много нюансов, но я упрощу для того, чтобы была понятна сложная концепция. Вот, то на самом деле она же может быть основана на том, что мы понимаем вот эти все внешние индексы, да, мы их принимаем, да, мы говорим, да, они для нас важны, да, и мы начинаем что-то делать по каждому из них. Мы прямо берем и говорим, вот самый нижний из них, и вот он у нас является приоритетом, да. Вот, если рынок, если рынок сам по себе, он в перспективе, значит, может, его и не надо трогать, там стоит тот самый розничный рынок и так далее, да. Он и так, пивные компании не так сюда входят, то есть, и таким образом у тебя вырисовываются некие приоритеты, что нужно делать действительно, и вот мы говорили о правах собственности, мы говорили об инфраструктуре, это как мы говорили о долгих, действительно, о бюрократическом процессе получения разрешительной документации, это действительно наверху списка, это красные флаги КГ, да, вот, и вот их нужно, с ними нужно что-то делать, нужно по каждому из них иметь программу. То есть, вот мне кажется, что... А, ну, нужно менять корпоративное управление, нужно делать прозрачные компании. Вот этот пример, когда мы говорим, да, соотношение ПИИ и недокапитализация в астрономическую сумму в полтриллиона долларов, ребят, так займитесь этим, это прикладная тема, это те, простите, бабки, которые Россия не получила. Конечно, это значит, каждый житель, каждый житель немножко беднее, значит, каждый житель получает из-за этого меньше, значит, у нас чуть хуже социальная инфраструктура, да, это же все, это же не вот это вот деньги не получили, это же никто один не получил, это же целая система. Давайте общаться и со слушателями, я еще раз напомню, у нас сегодня в гостях в программе «Сухой остаток» на Финам.ФМ Юрий Войцеховский, председатель Национального совета по развитию инвестиционного климата. Ваши вопросы, комментарии, мнения 6510996, www.finam.fm, это наши средства коммуникации. Павел из Волгограда пишет, Юрий, когда в России будет жить хорошо? Ну, вот когда, вот то, о чем мы говорим с тезкой, да, вот так и будет, вот тогда и будет. Вот, вот мы решим эти вопросы краеугольные, реперные точки будут преодолены, и, понимаете, и будет по-новому. Ну, да, ну, помните, там, Хрущев обещал, что все в 80-м году все будут жить при коммунизме. Ну, да. Мне кажется, знаете, говорить о каких-то таких датах, это просто будет нечестно, но мне кажется, что очень важно, чтобы была динамика, понимаете, вот, и если будет правильная динамика, то есть если на ежедневной основе люди будут видеть небольшое улучшение, и рост, да, то эти эффекты, они будут приобретать эффект снежного кома. И мне кажется, очень важно, чтобы люди просто видели, что вот это происходит, да, и тогда уже не будет даже, я думаю, вопрос, когда, он не будет даже актуален, потому что люди будут видеть, что они живут в то время, когда это происходит. Но при этом надо радикализировать эти все процессы, проводить реформу. Вот у нас на форуме программы «Сухой остаток» идет очень бурное обсуждение. У меня была в гостях Лариса Буракова, экономист, которая работает в институте Андрея Ларионова, да, и она написала замечательную работу «Почему у Грузии получилось?». При том, что Лариса сама говорит о том, что эти реформы еще имеют свойство обратимости, потому что время мало прошло, да, но те реальные достижения, и сейчас я не беру политическую составляющую, то, что там Саакашвили делает, это его проблема, как говорится, это внутренние дела Грузии, да, но то, что в экономике там изменилось, то, как они их сломали, хребет бюрократическому этому всему произволу, да, в том числе, кстати, по разрешительным документам, это же факт. У нас люди из Грузии прям пишут благодаря за эту программу, ну, вот такая ситуация. Давайте общаться. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Алло, меня зовут Алексей. Да, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Действительно очень интересная тема для разговора. Я давно тем таких экономических не поднималась у вас в передаче, Юрий. Смотрите, что бы хотел сказать. Я его представителям в консалте был бизнесом. Достаточно немаленького по размерам, там на 250-300 человек у нас работает. Что могу сказать? За вот эти два года, которые прошли, да, даже стартапов, так называемых, стало меньше, поскольку у нас B2B сектор, да, то есть мы работаем для бизнеса, не для людей, для бизнеса. И у нас четко видно в количестве обращений, в сумме чека с клиента, по всем показателям у нас идет снижение, причем такое депрессивное снижение существенное. Соответственно, что получается? Вот мы общаемся с клиентами, говорят, почему? У нас же большой круг клиентов, можно с разным бизнесом, а они где-то риски, риски, политические риски, коррупционные риски. Вот этот риск, пока он не уйдет, никто ничего не решит. И вы знаете, вот такое ощущение возникает, что все говорят, да, элиты даже уже говорят, более-менее честные элиты, о том, что, ребят, ну хватит. Ну не помогает это, понимаете, никто не реагирует. Собака лает, весь ртует. И на самом деле, если говорить о тех мирах, да, которые можно было бы применить, вот мое даже ощущение, мы понимаем, что каждый пятый рубль разворовывает. Я предлагаю так, возьмите на ключевые национальные проекты, действительно менеджмент, топ-менеджмент, и дайте им эффективную систему мотивации. Говорим, ребята, срок реализации проекта 3 года. Вот вам бонусный фонд 100 миллионов долларов. Ты на этот бонусный фонд набираешь себе команду, ставишь систему эффективности и достижения показателей ключевых, да, и работаем, все. А кто украдет, сражаем на след. Все, ну почему хотя бы даже такие вещи элементарные не сделать? Я бы очень примитивно сказал, да, ну понятно, о чем я говорю. То есть реально внедрить систему эффективного управления, в том числе, корпоративного. Дальше, повышение эффективности действующей работы, госкомпании, как основа все-таки сырьевого сектора и поступления, да, в бюджет, и так далее. Но это вот честно, вот я вам могу сказать, что с 50 лет я в бизнесе, я вот все в это верю, все меньше и меньше, правда. И вот от этого мне прям очень грустно. Да, спасибо. Что скажете? Да, Алексей, спасибо, спасибо за ваш такой развернутый комментарий. Ну, во-первых, скажу, что верить надо всегда, пока мы живы, надо верить. И вы знаете, вот вы совершенно правильно затронули вопрос мотивации. Я думаю, что он действительно основной. И на самом деле, эти схемы, которые вы говорили, они в частном секторе присутствуют, но, конечно, их нужно переносить и в управление крупными национальными проектами, безусловно, и не только в управлении проектами, но и, я думаю, даже в оценке деятельности руководителей министерств, руководителей субъектов и правительства, вводить такие показатели, как вот, или KPI, как их называют, да, как, допустим, количество привлеченных инвестиций. Потому что, знаете, как говорят хорошие, хорошие менеджеры, есть такое, у хороших менеджеров, есть всегда будет такое выражение, знаете, то, что можно измерить, то можно улучшить. Вот. Когда у тебя есть показатель, по которому ты можешь оценить, какое количество инвестиций сделано, то, во-первых, ты будешь видеть, что происходит в конкретном регионе, потому что это как некий сухой остаток. Это, знаете, как анализ крови, да, вот. И он покажет, какой образ жизни вел человек, да, вот, или ведет его, да, вот. Вот. И вот введение, и, кстати, об этом говорится, надо сказать. Вот. И мы уже года два назад стали эту идею выдвигать, и мне приятно сейчас разознавать, что сейчас я ни в коем случае не присваиваю авторство этой идеи, но, возможно, как-то была у меня какая-то тенденция, но сейчас об этом многие очень говорят. И я даже знаю, что обсуждается сейчас и введение таких показателей для губернаторов и так далее, да, вот. А это ведь заставит искать, то есть быть в диалоге с бизнесом и искать возможности для привлечения инвестиций, потому что это краеугольный камень, на самом деле. Время теряем, Юрий. Два года тому назад вы и с вашими коллегами вы предложили это, да? Два года прошло. Да. Ну, что делать? Это не то время, когда, вот, знаете, вот это можно растягивать во временном лаге так, ну, вот сегодня я проснулся, почесал там и так далее, да? Нет. Понятно, что хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но каждый делает то, что от него зависит на самом уровне. Владимир Москва пишет. Пусть Китай более закрытая страна, чем Россия, но инвестиции в Китай идут на порядок больше. Почему непрозрачность Китая не мешает ему привлекать громадные инвестиции? Вы знаете, я... Интересный вопрос, спасибо вам. Вы знаете, я несколько раз ездил в Китай, много общался с руководителями китайского бизнеса. Мне эта модель тоже интересна. На самом деле, поразительно, что происходит в Китае, надо сказать. Это действительно какой-то уже другой век, да? В Шанхае рапорт у нас сравнивают, говорят, это какой-то Шанхай, да? И у нас это выражение на русском языке как будто бы... Нарицательное такое значение имеет, да? Да, нарицательное, да, негативное. Да, на самом деле, Шанхай — это один из своих меньших городов. Количество небоскребов там превосходит, количество небоскребов вместе взятых, Нью-Йорк и Лондон, и еще нескольких европейских городов. Поезд на магниты... Я просто рисую картинку, чтобы те, кто там не были, представили. Аэропорт современнейший, громадный аэропорт совершенно. Я, по-моему, больше аэропорта не видел, а аэропортов я большинство крупных мировых посетил. Вы знаете, идет... Аэропорт находится 50 км от центра города, и туда идет поезд на магнитной подушке. Скорость, я боюсь ошибиться, 400 или 450 км в час. И ты заезжаешь в центре города за 8 минут до аэропорта. Это так просто представление. Так это тоже немаловажный момент. Это представление, что такое, да. Так вот ответы, на самом деле, я вот продолжу как раз к ответу. Ответов несколько. Я считаю, что один из основных ответов – это инфраструктура. Потому что вкладывается так много в инфраструктуру, что когда мне рассказывали примеры, как один человек хотел создать там бизнес, и его подвели к такому участку и сказали, вот мы вам здесь подводим электричество, мы вам подводим изводу, коммуникации, что еще мы можем для вас делать? Он когда... Это был наш русский бизнесмен, который развивал бизнес, решил какую-то цепочку бизнеса построить там. Он, говорит, на начале не поверился мужам, потому что он у него до этого, он создал новое предприятие в одном из наших регионов, и за каждое вот такое вот подключение воды, электричество и так далее приходили, скажем так, группы людей, каждому что-то было нужно, да. Каждому уже что-то было нужно. Уже что-то уже было нужно, да. И постановка вопроса, а что мы еще можем сделать, и ты ничего не должен, и мы у вас на первые несколько лет освободим от налогов, и мы для вас создадим всю инфраструктуру, вы только вкладываете и развиваете, да. Это его окончательно добило уже. Это было шоком для человека вначале. Вот я думаю, что я ответил на ваш вопрос. На вопрос, извините, Владимира. Юрий Войцеховский, председатель Национального сайта по развитию инвестиционного климата. У нас сегодня в сухом остатке на волнах Финам.ФМ. 65 10 99 6 3W.FINAM.FM. Ой, е-мое, когда-нибудь мы вот действительно будем прислушиваться к тому, что уже создано. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Да, Геннадий, пожалуйста. Я бы хотел коснуться распределения инвестиций, бюджетных средств. Вот для небольших предприятий, для малого бизнеса. Вот ваш гость сказал, что тут очень важна эффективность. Вот у нас есть пилотный проект, как изменить распределение инвестиций в нашей стране и доверить это прежде всего институтам гражданского общества. Что я понимаю под институтом гражданского общества? Это не какая-то организация с секретарями, управляющими и так далее. А это люди, работающие на общественных началах. Вот именно тот потенциал. Вот сегодня есть у нас много народа, которые работают в инвестиционном поле. Но в частности у нас есть пилотный проект, как это распределять. И есть конкретное предложение, которое требует порядка 50 миллионов, и которое защищено четырьмя патентами 2011 года. Вот это и есть выход. Не будет коррупции, не будет распределения. Привлечен изобретатель, но не изобретатель, который имеет авторское свидетельство 30-летней давности. Вот давайте им доверим распределение средств. Перед ними будут выступать люди с проектами. Вы имеете в виду развитие малого и среднего бизнеса как венчурного бизнеса. Я правильно вас понимаю? Вы понимаете, вот вы простите меня. Ваш вот гость правильно сказал, что для того, чтобы начался какой-то бизнес, надо и государству, и частным инвесторам. Государство должно поначалу помогать. Я вот это имею в виду. Да, спасибо. Геннадий, спасибо за ваш вопрос. Действительно, государство может создавать, может делать очень многое, создавать среду и строить инфраструктуру, но тоже надо не переоценивать, что государство может. Потому что ожидать, что государство будет всем издавать деньги и пойдет в венчурный проект, я, честно говоря, немножко скептически отношусь к идее, что идея государства как венчурного инвестора. Модератора такого, да? Да, потому что это все-таки, понимаете, кто-то должен брать на себя риски, и он должен эти риски реально нести. Понимаете, у него должны быть потери, если что-то не получилось. Это его реальные потери. Он должен что-то потерять. Не менеджер там, а вот финансово, что потерять. Понимаете, это другая культура. И если такой симметрии нет в рисках, то происходит, как мои преподаватели по финансам говорили, происходит реалокация рисков и происходит неправильное принятие решений. Неправильная оценка будет дана в бизнес-процессе. Да. Поэтому с точки зрения роли каждого тоже абсолютно согласен с этим. Вы знаете, на наш совет у нас вся работа ведется на общественных началах. У нас вообще нет. Вот есть некоммерческие организации, которые у них доходы с расходами уняются. Мы вообще, когда создавались, мы вообще решили, что у нас доходов не будет. Потому что мы вот именно хотим быть не аффилированы ни с кем и независимы. И у нас вообще вот мы, у нас все происходит вообще сначала. Благо люди, занимаясь там другим бизнесом, могут себе это позволить. Но я думаю, что здесь каждый, Геннадий, хорошо, что у вас тоже такие идеи есть. Идеи нужно продвигать. Сложно, наверное, найти какого-то спонсора, который будет брать твою идею и будет продвигать. Но ты можешь, в конце концов, я говорю про себя, ты можешь, я не к вам на «ты» обращаюсь. Но каждый может что-то делать, чтобы эту идею продвигать, чтобы они узнавали. Но в конце концов, выступайте на конференциях, пишите блоги, пишите какие-то статьи и продвигайте идеи. Ведь такого плана идея их, знаете, как говорил Звонецкий, или, знаете, наша жизнь станет лучше, или произведения бессмертными. Давайте все вместе стараться, чтобы наша жизнь стала лучше, и что каждый из нас что-то делает на этом. Вот, ладно, я вот соглашусь с тем, что вот в России так любят государства, да, так вот вознесли это в абсолют в четвертую степень. Ладно, но вот тот пример, который вы, Юрий, привели, если уж так всем хочется, чтобы государство участвовало, да. Причем я не одобряю государственно-частное партнерство в масштабных проектах, потому что там мутная вода начинается. Кто за что отвечает, и даже когда я слышу там на приоритетных началах 50 на 50, у нас аффилиация с государством может происходить, знаете, и наоборот государственных денег с бизнесом через разные схемы. Вот то, о чем вы сказали. Инфраструктура. Подводите электричество, подводите коммуникации. Все. Вот если так хочется, чтобы государство участвовало, на этом, по-моему, можно ограничиться. Если в России создадут такие условия для российских бизнесменов, для иностранных предпринимателей, да они придут. Придут. Вот Калужская область, которая, кстати, моя любимая, да, в том плане, как они создали. Вот этот кластер, да, причем там все мы говорим об автокластере, там уже и другие кластеры создаются. У меня был вице-губернатор, который открыто сказал, да, мы это все подводим за собственные деньги. Вы абсолютно верно говорите. То есть здесь в хорошем смысле, знаете, вот люди говорят, замкнули круг, когда что-то негативное, да. А здесь в хорошем смысле возникает такой вот снежный ком, который самоусиливающий. То есть возникают такие вот катализаторы процессов, да, вокруг которых образуются потом целые цепные реакции в позитивном смысле слова. И это то, о чем мы говорим. Это как раз вот есть те вепренные точки, как еще называют, да, которые мы на которых стараемся фокусировать. И когда мы говорим об инвестициях, безусловно, мы говорим об инвестициях не только иностранных, да, просто иногда, может быть, иностранных инвесторов легче услышать, потому что они иногда объединяются в различные ассоциации, они делают много достаточно исследований, они, может быть, более структурированы, да, и существует множество индексов, опять же, о которых мы говорили, да. Но, безусловно, прежде всего, должны комфортно чувствовать себя наши отечественные инвесторы, потому что это утопия думать, что вот наши инвесторы будут вводить капитал, а кто-то на замену придет, будет их замещать. Такого не будет. То есть наши инвесторы должны инвестировать, а вместе с ними пойдут за ними, по их примеру пойдут другие. Вот вы оптимист, а я пессимист. Вот как говорят в таких случаях, у меня стакан наполовину пуст, а у вас наполовину полон, да. Ну, правда, мне тут уже как-то дополнили, ну, а вместе-то у нас стакан полный получается, да. Я не верю, что в нынешней российской действительности со многими, но это не специфика страны, да, это другое. Вот это все получится. Я слышу все чаще и чаще о том, что капитал уходит. Что я слышу? Смотрите данные Банка России, и там все становится ясно, да. Это четвертый квартал, первый квартал, второй квартал, и все. И не только не резиденты-то убегают, вот как часто стали объяснять-то, да, что якобы вот эти как раз портфельные инвесторы стали уходить. Уходят и те, кто потенциально мог бы остаться. И вот я не вижу реакции. Знаете, меня воспитали никогда не сдаваться. Знаете, у меня папа был ветеран Сталинградской битвы, он тоже там получил ранение. И мне в детстве рассказывал, дошел до Кенигсберга войной, вот, и очень много мне рассказывал про то, как люди верили в то, что можно, и что можно чего-то достичь. И вот эта внутренняя вера, я считаю, что пока человек жив, она должна в нем быть. Поэтому это не пессимизм, это уверенность в том, что можно и нужно что-то делать. Я сейчас сделаю тогда провокационный задам вопрос нашим слушателям. У нас до конца эфира всего три минуты. 65, 10, 99, 6. Вы верите, что в ближайшее время, ну, в обозримой хотя бы перспективе, 5-10 лет возьмем, да? Вот там единороссы, они постоянно говорят, дайте нам еще 10 лет, и у нас вы Россию не узнаете. Слова Бориса Горзлова. Вы в это верите, что через 10 лет Россию не узнать? Я хочу услышать ваши звонки. Сейчас, Юрий, вы ответите. 65, 10, 99, 6. Это коротко. Да, нет. И аргумент. Главный аргумент за или против. Они говорят, через 10 лет будет город-сад. Вы верите? Да, нет. Вот мой гость Юрий Войцеховский считает, что верить надо, потому что его отец верил. Если бы не верил, то не победили бы наверняка в Сталинградской битве, да? Это хороший пример. Звоните 65, 10, 99, 6. Три звонка. Верите, не верите. И главный аргумент. Юрий, а как вы ответите? Я отвечу, что зависит от нас. Зависит от нас, от каждого и нас с вами. Понимаете? И надо верить в то, что это действительно так. Вот во что надо верить. Что мы с вами можем что-то сделать. И изменения должны быть не через 10 лет, а мы должны видеть их каждый день. Вот это вот должна быть та самая динамика, о которой я говорил. А не просто, что вот найти нет изменений, а потом через 10 лет у вас и приземлился летающая тарелка и решила все наши проблемы. Согласен. И иностранные инвесторы не являются как раз той летающей тарелкой. Но потенциально это бизнес, который мог бы привнести в Россию в том числе и корпоративную новую культуру. Потому что мы перетягиваем потихонечку. Давайте. Три телефонных звонка четко, ясно, лаконично, потому что у нас полторы минуты до конца эфира. Да, нет. Аргументы 65, 10, 99, 6. Добрый вечер. Добрый вечер в эфире. Господа, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Вас беспокоит Вячеслав. Да, Вячеслав. Вы знаете, мой ответ да. Потому что сейчас в России происходят такие процессы, которые даже вам неизвестны. Так, спасибо. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, я в эфире. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Да. Не верю. Так, и аргумент? Аргументы. Ну, первое. У власти уже было 10 лет. Так, припомните, 10 лет назад мы не узнали Россию. Ну, в принципе, ну, узнаю. Узнаю. Вот. И еще можно одна ремарка? Коротко. Коротко. У каждой системы есть определенное время, в которое она эффективна. Я убежден, что данная власть была эффективна. Но на том участке времени. На этом нужна другая власть. Спасибо. Простите то, что вот быстро вас так вывожу из эфира. Добрый вечер в эфире. Как вас зовут? Так, нет у меня времени ждать. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Это Олег. Да. Я считаю, что я не верю, потому что в основе капитализма лежит несправедливость, эксплуатация человека и алчные инстинкты. Спасибо. Все. Значит, два, один. Два человека не верят, один верит. Это нерепрезентативный был ответ. Вот такие ваши мнения, Юрий. Спасибо вам огромное за участие в программе. Я думаю, это была наша с вами первая встреча, далеко не последняя. Спасибо большое, спасибо всем, кто слушал. И несмотря на счет 2.1, те, кто не верят и верят, я считаю, что самое важное, что всем этим людям, кто звонил сегодня и даже кто отвечал да или нет, неважно, что им всем не все равно. А это самое главное. А это самое главное, да. Спасибо большое, Юрий Войцеховский, председатель Национального совета по развитию инвестиционного климата. Был сегодня в сухом остатке на Финам. Хорошего вечера.